В «Единой России» собираются внедрить систему электронного партбилета и создать многофункциональное мобильное приложение, об этом заявил первый замглавы Центрального межрегионального координационного совета партии Артем Туров. Речь об этом шла в ходе дискуссии на партийной конференции «Направление-2026», которая проходит в Москве. По словам Единоросса, находясь в политическом авангарде, партия должна применять новейшие технологические решения в своей работе. Так, считает Туров, одним из направлений работы должно стать создание защищенной партийной платформы в интернете, она должна стать по сути системой коммуникации и учета членов и сторонников партии, сказал он. Данный инструмент позволит организовать внутрипартийные мероприятия, будет служить системой коммуникации, в первую очередь для политической, общественной и электоральной мобилизации, голосования, проведения социологических исследований, дискуссий, информирования и выполнения иных функций, стоящих перед партией в современных условиях. Помимо этого, на базе этой платформы доступна функция создания личных кабинетов депутатов от партии. Через них может поддерживаться связь со сбирателями, членами партийных организаций, также полезно создать модуль, который может депутатам формировать и публиковать свои декларации, добавил Артем Туров. Секретарь Нижегородского регионального отделения ЯРД, Денис Москвин, в свою очередь отметил, что иметь обратную связь от однопартийцев и сторонников очень важно. Сигналы должны приходить в режиме реального времени, уверен он, по словам Москвина, это необходимо для понимания позиций каждого из них по готовящимся решениям. Напомним, партийная конференция «Направление-2026» проходит сегодня в российской столице. На ее полях представители «Единой России» из российских регионов участвуют в работе трех дискуссионных площадках. В числе участников законодателя различных уровней, лидер фракции в региональных парламентах, секретарь отделений, в ходе подготовки к мероприятию в субъектах федерации прошел сбор предложений по реализации послания Владимира Путина федеральному собранию и по вопросу модернизации партии. Он осуществлялся в два этапа, сначала прошли дискуссии на межмуниципальном уровне, а затем на региональном.